Добрый день, друзья! Сталкивались ли вы с ситуациями, когда ваши друзья, знакомые, кто-то увлекается экстрасенсорикой, какими-то практиками, ездит на какие-то ретриты или еще куда-то, а вам все это вроде интересно, и в то же самое время вы боитесь делать шаг, что-то вас останавливает. Вы вроде бы даже уже прожили свою жизнь до 50, например, и вас мучают какие-то духовные моменты, вам интересно, что будет дальше, а зачем мы пришли в эту жизнь, а кто я есть, уже вопросы появились, а ответов нет, но сделать шаг, чтобы получить ответ, вы не можете. И вы придумываете отмазки. Давайте мы сегодня рассмотрим топ-5 отмазок, которые придумывает себе человек, которые ведут к деградации сознания. Итак, пятое место. Это о друзьях, знакомых, о тех, кто ходит на практике. Человек открыто заявляет, что это выброшенные деньги, что там развод, обман, он туда не пойдет, потому что они глупые, а он умный и он не хочет этого делать. При этом для него материя, деньги первичные. Он ставит их перед собой. Он ставит перед собой накопление денег на квартиру, машину, еще на что-то. Я могу гордиться вот своим Ламборгини, я могу гордиться своей яхтой, но меня, как меня, нет. Я где-то сзади. Я спрятался за материю. И его подсознание в это время фиксирует этот момент и говорит, а я не важен для себя, я не ценен, я обесценил себя и свою жизнь. И, соответственно, подсознание принимает меры для того, чтобы человек прочувствовал, где он обесценил свою жизнь. И тогда у человека начинаются либо духовные, либо душевные страдания, либо материальные, либо-либо. Но это все движение через боль. Подсознание вынуждено включаться для того, чтобы человек задумался, где он поставил материю впереди сознание и образовал для сознания непроходимую стену. Четвертое место в этом топе. Пусть попробует жена или муж, а я уж потом. Может быть, когда-нибудь. Что движет человеком в этот момент? Страх перед коллективным. Страх не соответствовать чужим ожиданиям. А что подумают люди? А что они скажут? Пусть лучше они попробуют. А я уже потом. Если получится хороший результат, я приклеюсь. А если не получится, не приклеюсь. Вы знаете, вообще этот страх корнями уходит еще в доисторические времена, когда в пещере, изгнанный из пещеры, мог погибнуть. А в пещере он хоть как-то худо-бедно, подстроившись, выживал. И вот подсознание, когда видит всю эту картинку, оно говорит, а его для себя-то и нету. Никого нету дома, там пусто. А когда пусто, пустое место тут же заполняют программы коллективного. И коллективные игры. И тогда человек хотел иметь свой бизнес, а в итоге он вынужден бороться с коллективными разными ограничениями, сложностями, трудностями, представлениями и так далее. Все случается, и весь мир ему мешает быть индивидуальностью. Потому что индивидуальности уже давно нету дома. Она давно ушла на фронт. И подсознание уже реагирует. Третье место в топе отмазок у нас. Это все не работает. Классная отмазка. Но в основе ее лежит страх человека ко всему новому. Страх изменить свою собственную жизнь. Страх перемен. Как воспринимает это подсознание вот этот страх? А он говорит, подсознание говорит, а это отказ от развития. А сознание не может быть статично. Ему надо все время развиваться. И тогда подсознание вынуждено причинить боль, сформировав болезнь. И тогда либо ты развиваешься через боль, либо меняем тело. И будешь развиваться в новом теле, в новой игре. Но все равно ты будешь развиваться. Другого не бывает. Второе место в нашем рейтинге – в себя ходить нельзя. Это грех. Там можно встретить бесов, нечистую силу. Это запрещает религия, Коран, Библия и так далее. И куча религиозных отговорок. На самом деле, человек, когда говорит это, им двигает страх увидеть себя искреннего и настоящего. И даже если заговорить с этим человеком об искренности, то он слово «искренность», где в основе искра, вот эта божественная одна искра, заменит на правдивость, которая подразумевает ложь. То есть уже правда, а ложь – это уже качели. Либо я прав или не прав. Это тоже качели. Но человек боится увидеть себя таким, какой он есть. Просто взглянуть себе в глаза. Когда это бывает в подсознании? Когда ты предал себя. Когда ты отвернулся от себя. И ты не можешь себя за что-то простить. И ты игнорируешь себя любыми способами. Только чтобы не вернуться к себе. Не заглянуть вовнутрь и не взять ответственность за свою жизнь на себя. Ты вынес Бога наружу. И не хочешь возвращать его домой. Не пускаешь домой. И самое интересное, что тогда возвращение к себе бывает только через боль. Это путь страданий. И религия очень хорошо оправдывает эти страдания. И даже служением, и состраданием, и еще кучей разных дополнительных опций. Когда человек это все оправдывает. Но все равно возвращение к себе будет через боль. Но здесь, в отличие от предыдущего случая, есть глобальная поломка. Дело в том, что смена тела, например, переход в следующую жизнь, не дает освобождение от этой поломки. Это уже циклическая ошибка. И тогда подсознание, уже это понимая, оно не будет стремиться сменить тело. Но оно будет максимально причинять боль. И тогда жизнь наполняется болью и страданиями. И человек живет в аду. Но этот ад он создал сам себе. Предав себя и забыв о себе. Эта глобальная поломка возникла в результате жестких догматических ограничений, как правило, религиозного толка. И это серьезные поломки, ведущие вплоть до психических заболеваний, расстройств. И при этом человек от них не умирает. Мучается, страдает, болеет, сходит с ума. Но живет. И первое место в нашем топе отмазок занимает «Я уже духовно развит». «Я в гармонии». «Я вообще доверяю только науке». И вот аналог. Это остановка. Сознание не может не двигаться. Оно не может остановиться. Оно все время течет. Но оно течет либо в развитии, либо в деградации. Любая остановка чревата тем, что она будет снесена. То есть вам кажется, что вы сейчас в гармонии. Но эта гармония статична и иллюзорна. Как только сознание понимает, что все зависание произошло, пропадает интерес к жизни. И наше сознание вынуждено снести все ограничения, все остановки и заставить человека двигаться. И самое интересное, что подсознание для этого, вот гармония, вот все классно, ромашки, бабочки, цветочки. А подсознание смотрит, произошло зависание. И оно ждет момент, когда нанести удар. И человек побежал развиваться. Но это гол в свои собственные ворота. То есть потом это оправдают. За белой полосой приходит черная. Как только было много счастья, тут же жди беды. И так далее. Это все народная мудрость. И на самом деле вы зависли, а сознание не может не течь. И оно забивает гол в свои ворота для того, чтобы сдвинуть вас с мертвой точки. Итак, топ-5 гнилых отбазок я озвучила. И это выбор человека развиваться в принципе или деградировать. Засыпать или просыпаться. Сознанию важно движение. Если вы двигаетесь в развитии, если вы просыпаетесь, то ваша жизнь наполняется радостью и счастьем. Вы создаете рай. И вы живете в этом раю. Если вам хочется остановиться, зависнуть, если вы предаете себя, если вы себя обесцениваете, если вы себе не нужны, если, 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 идет деградация, и тогда ваше подсознание вынуждено причинить вам боль. Это единственный механизм, который по-любому заставляет человека двигаться. И будет это болезнь, будет это смена тела, будет это гол в свои ворота или еще какой-то вариант, это уже не имеет значения. Важно, что это будет через боль. Вы сами создали свой ад. Вы пришли в рай и создаете из него ад. А разум где? Продолжение следует... Продолжение следует...